Консолидировано выступать на международной арене, координировать работу в сфере безопасности и дальше развивать экономику. Взаимодействие стран Содружества обсудили в Минске на заседании Совета постпредов. Подвели итоги 2023 года и наметили четкий план действий. Главное в работе это слаженность и поэтапность. В общей программе 150 пунктов. В неспокойное время, когда Запад то и дело подливает масло в огонь конфликтов и вмешивается во внутренние дела суверенных государств, ключевое значение безопасности, противодействию терроризму и организованной преступности. Внимание уделено и рассмотрению вопросов внешнеполитического взаимодействия в рамках Содружества с акцентом на выработку общих подходов по актуальным международным региональным проблемам и вопросам дальнейшего расширения международного позиционирования Содружества, повышения его международного авторитета, прежде всего путем развития и углубления сотрудничества с заинтересованными дружественными государствами. Запад не прекращает вводить санкции, активно использует шантаж и давление в отношении стран, которые поддерживают и развивают сотрудничество с Минском и Москвой. Но экономика достойно держит удар. И самый верный ответ – активизировать взаимодействие внутри СНГ. Экономика у нас не рухнула, что пророчествовали. Наоборот, даже есть небольшой рост во всех странах Содружества. А взаимная торговля в рамках СНГ вообще увеличилась где-то от 20 до 30 процентов. Увеличилась сотрудничество в инновационной сфере. Молодцы белорусы сейчас продвигают свои машиностроительные проекты в Казахстане и в других республиках СНГ. Детально новые проекты обсудят министры. Заседание Совета руководителей МИДов пройдет в Минске 12 апреля, а главы правительств встретятся в Ашхабаде в мае. Беларусь заинтересована в развитии политического диалога с Доминиканой. Это в своем поздравлении президенту республики и народу страны, который отмечает 180-ю годовщину независимости, отметил глава государства. К значимой дате страна подходит с серьезными достижениями в экономике и социальной сфере, очевидным для каждого гражданина улучшением качества жизни, говорится в поздравлении. Президент подчеркнул, Беларусь заинтересована в развитии диалога на принципах взаимного уважения, доверия, расширения взаимодействия в международных организациях, более полной реализации торгово-экономического потенциала. Александр Лукашенко пожелал Луису Радольфу Абинадеру Короне здоровья и осуществления намеченных планов, которые направлены на построение крепкого, процветающего государства, ну а доминиканцам счастья, мира и благополучия. Более 700 новых рабочих мест в Минске, а средняя зарплата превысила 2500 рублей. В Мингородсполкоме подвели итоги 2023 года и рассказали о задачах социально-экономического развития на нынешний. Заседание с участием председателя Совета Республики Натальи Качановой, руководителей предприятий, представителей министерств. Экспорт, импорт, измещение инвестиций и строительство среди приоритетов. В 2024 году планируют сдать 650 тысяч квадратных метров жилья. Этой квартиры для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Всего с начала года в столице начато строительство 30 многоквартирных домов. Мы вышли на восстановительную динамику по валовому оригинальному продукту, больше 100. У нас хорошая динамика по розничному товарообороту, по оптовому товарообороту. Мы приросли больше 113 процентов по одному и второму показателю. Приросли наши предприятия на 15,5 процентов по выручке. Мы выполнили программу по импортозамещению. Больше 300 субъектов хозяйственных участвуют в программе импортозамещения. В основном это частная и безведомственная форма собственности. Больше 500 наименований продукции, которые мы выполнили, на 2 миллиарда долларов США. По сравнению с прошлым годом, значительно сократилось количество убыточных предприятий, намеренные дальше создавать условия для инвестактивности. В прошлом году объем прямых иностранных вливаний увеличился на 1,3 раза. Предварительно в январе выполнены все показатели, доведенные правительством. Такая важная память. Продолжается отбор участников для международного проекта «Поезд памяти». К 80-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков программа особая. Больше 10 городов за две недели – это не предел. Организаторы планируют расширить географию. А пока конкурс для десятиклассников. Написать эссе, подготовить визитную карточку и портфолио. Заданий сразу несколько. В прошлом сезоне проект объединил школьников Беларуси, России, Армении и Кыргызстана. Около 200 человек. Такой урок истории для каждого не забываем. В Полоцке мне, например, понравилось, как нас встретили. Очень много людей, очень заряженная атмосфера была. Невозможно было не завести друзей во время проекта. И с армянами, и с кыргызами, и с россиянами сейчас со многими ребятами поддерживаю отношения. Если бы у меня была возможность, я бы съездила туда еще раз, посмотрела все эти места, все заново. Павлик, что дедушки очень много рассказывали, то есть как все было на войне, что они прожили. И когда я съездила на этот проект, на поезд памяти, я поняла, насколько это все серьезно. На этот раз в беларусско-российском проекте ожидают участников из всех стран СНГ. Поезд традиционно отправится из Бреста в июне. Снова двойня. В лесу под Витебском испуганная медведица оставила берлогу, в которой были детеныши. Когда через несколько дней не вернулась, принято решение спасать зверей. Косолапым всего 6-7 недель выхаживают их в зоопарке. На руках они готовы проводить все время. Это мальчик и девочка. Им уже дали имена Ягодка и Добрыня. Сейчас у каждого малыша на шее необычные белые воротнички. Правда, с возрастом такой окрас исчезнет. Аппетит у парочки хороший. Первое время их кормили каждые полтора часа. Нужно было подобрать кормление. Это были из опыта наших предыдущих медвежат. Это были сливки и молоко в определенной пропорции. Разбавленное, потому что жирность молока медведица довольно-таки высокая. Поэтому мы постарались подогнать под этот процент. Сейчас они едят уже меньше, где-то порядка через 2-3 часа. Медвежатам ищут новый дом. Добрыню уже забрали в Могилевский зоосад. Если для девочки не найдут хороший питомник за 3 месяца, то ее оставят в зоопарке. За два года это уже вторая пара медвежат, которых выхаживают в Витебске. Прошлые питомцы за год достигли почти человеческого роста. Для них особо прочный вольер.